Согласно указу «Готовность ресурсов к национальной обороне», все жизненно важные ресурсы США, включая продовольствие и воду, переходят под контроль президента. Теперь правительство имеет право конфисковать все виды транспорта и инфраструктуры, а также насильственно привлекать граждан для проведения работ. Формально этот указ наделяет американского президента, потенциально подчеркиваю, всей полнотой власти в стране. Вот это фактически указ, то есть его можно интерпретировать так. Если завтра в Соединенных Штатах Америки будет объявлена чрезвычайная ситуация, то фактически вся власть сконцентрируется в луках главы Белого дома. В Белом доме поспешили объяснить, что причина этого драконовского указа – предстоящая война с Ираном. Однако возникает вопрос, почему такой указ не был принят, когда США вели войну с Ираком, который, по мнению американцев, обладал оружием массового поражения. У Ирана нет ни атомных бомб, ни ракет, способных достигнуть территории США или нанести существенный урон союзнику Америки-Израилю. Многие политологи уверены, что подписывая этот указ, Барак Обама думал отнюдь не об Иране. Самое характерное и самое важное, что в преддверии этих событий появился тот указ, который действительно первое объявляет, он формально объявляет США мобилизационную готовность. Среди независимых американских журналистов возникла версия, что именно возможный апокалипсис вызвал столь несвоевременный на первый взгляд приказ Обама. Незадолго до этого распоряжения в мировой печати появилось сообщение о строительстве странных сооружений. Сейчас также некоторыми тайнами общества делаются подводные города, чтобы выжить в грядущей катастрофе. Это и такие колпаки воздушные, и там множество приспособлений, чтобы добывать кислород, пресную воду. Много там должно быть питания, продуктов. Офис на общественности. Обратите внимание, Китай закрыл зону в Тибете, автономии Тибету не дают. Там в районе горы Кайлас построено убежище на 300 тысяч человек. В случае, когда, если постигнет катастрофа полностью планетарного масштаба, часть людей, горстка, может укрыться в этом убежище и продолжить развитие цивилизации. Однако, что за апокалипсис ожидают создатели подобных бункеров? Несомненно, огромный метеорит или мощное землетрясение могут привести к многочисленным жертвам. Но история человечества уже не раз доказала, что самые страшные катастрофы человек устраивает сам. Вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней. Такие последствия не сможет вызвать взрыв даже самого мощного вулкана или землетрясение с последующим цунами. Ну и тут вписывается в общий тренд, в общие интересы тайных обществ. Устроить апокалипсис побыстрее, чтобы очистить те лишние миллиарды людей, оставить порядка 500 миллионов на всю планету и владеть всем движимым и недвижимым имуществом. Реками, озерами, полями. И этот процесс набирает силу. По мнению специалистов, которые изучают тайные общества, наш мир уже на протяжении многих тысячелетий является ареной ожесточенной схватки двух тайных сил – секретных орденов. Впервые об этом непримиримом противостоянии упоминалось в египетских мифах. Боролись между собой два бога. Это бог Сет, бог пустыни, бог ветра, бог чужаков. И бог Ра, солнца. Бог солнца, потому что уже тогда люди знали, что солнце дает нам энергию, из-за солнца растут растения. В отличие от доброго и лучезарного бога Ра, Сет требовал человеческих жертвоприношений. Со временем слово Сет претерпело изменения и послужило основой для имени Сатана. Исторически получилось так, что первым в историю противоборства влезает Люцифер. Именно он. Люцифер в христианской традиции именуется дьяволом, Ариман именуется сатаной. Люцифер, Ариман. В честь этих демонических существ были названы два могущественных тайных ордена. Адепты этих орденов считали себя избранными и планировали превратить все остальное человечество в своих рабов. Люциферический культ Тао, у него тоже есть такой исторический выход и достаточно мощный. Был значительно посвящен этого культа, который инспирировал никого иного, как Чингисхана. 1213 год. Войска Чингисхана вторгаются на территорию Китая. Китайские войска деморализованы напором монголов и многие гарнизоны сдаются без боя. Путь на Пекин открыт. Однако вместо того, чтобы штурмовать столицу империи, Чингисхан направляется в один из китайских монастырей. Там практикуется религия, соединяющая в себе буддистскую философию с древними магическими практиками. В этом монастыре Чингисхан получает посвящение в тайный орден. Теперь Чингисхану в его завоеваниях помогает не только талант полководца, но и магические способности монахов-консультантов, которые с этого момента неотступно следуют за будущим владыкой мира. Чингисхан собрал свою армию, дошел до Европы, все сметая на своем пути, вырезая города, то есть верша, вот тот самый суд божий, убивая всех. Но, как ни странно, дойдя до Европы, он мог бы и дальше пройти. Что-то произошло, что его орды повернули вспять, и Европа осталась нетронутой. Весной 1223 года монголы разбили объединенные силы русских князей и половцев. Казалось бы, путь на Европу открыт. Как считают исследователи тайных обществ, именно в этот момент Чингисхан порвался культным орденом. Великий хан решил, что способен стать властелином мира и без помощи магов. Окультные наставники с позором были отправлены в Поднебесную. Случайно или нет, но вскоре после этого события войска Чингисхана терпят первое серьезное поражение в Волжской Булгарии. А через несколько месяцев сам Чингисхан заболевает. Существует легенда, что перед смертью Чингисхан обратился к этим магам, к хорошим лекарям, чтобы они ему помогли. Но они сказали, что было уже поздно, и помочь они ему не смогут. А все, что касается его родственников, они подумают. Тайный орден Люцифериан продолжил работать уже с потомками Чингисхана. И особенно сильное влияние оказал на внука Чингисхана Хубилая. Он воспитывался последователями того самого великого посвященного, который инспирировал Чингисхана. И эти инспирации продолжали как-то действовать. И Хубилай написал некую книгу, которую обрел Марко Поло в своем путешествии. Он был воодушевлен этой книгой. Книга была переведена на языки. И в конце концов именно эта книга толкнула Колумба начать свое путешествие. Но зачем поклонникам Люцифера понадобилось отправлять Колумба в Америку? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить историю открытия нового света. Америка открывалась до этого, потом она была папскими указами закрыта. Считалось, что это вредные влияния, а не преждевременные на цивилизации европейской. Среди историков существует версия, что задолго до эпохального путешествия Колумба Америка была известна ордену тамплиеров. Тамплиеры после захвата Иерусалима нашли очень много редких документов, в том числе и карт, на которых помимо Южной и Северной Америки была еще и Антарктида. Вряд ли такие активные путешественники, как тамплиеры, не использовали возможности исследовать новый континент. Многие историки уверены, что тамплиеры не только достигли берегов нового света, но и совершали туда регулярные рейсы и разрабатывали серебряные рудники Южной Америки. Именно это серебро послужило основой сказочного богатства тамплиеров. Однако все члены ордена должны были хранить тайну об открытии Америки. Первые вступившие на берег нового континента рыцари-хромовники обнаружили, практически вся Америка находилась под властью сатанинского ордена. В частности, там развивалась черная магия, именно черная магия, которая основывалась на нанесении физического вреда телу человека. И культ основывался на том, что определенным образом человека привязывали к некому такому сооружению наподобие катафалка. Он изгибался, позвоночник у него изгибался, так что живот оказывался вверху, в неудобной позе такой, и жрец вырезал у него желудок. Этот жуткий ритуал, который проводили жрецы, согласно магическим воззрениям, должен был наделить их уникальными свойствами и превратить из обычного человека в полубогов. Дух человека, которому вырезался, он в ужасе от этой операции стремился прочь от земли, но и через вот этот вот ужас, этот ужас впитывал этот жрец, и он тоже получал силу как-то удаляться от земли. Такому ритуалу учили представители тайных орденов. Самым влиятельным из которых был орден Люцифериан. По мнению некоторых историков, представители этого тайного ордена еще в пятом веке нашей эры совершили путешествие в Америку и принесли туда этот кровавый кольт. Нередки были случаи, когда жертвами становились десятки тысяч людей. По сатанинскому замыслу Люцифериан, Америка должна была стать своеобразным полигоном, где проводились оккультные опыты над местным населением. После того, как черные маги получат способ зомбирования людей, они должны будут перенести свое разрушительное влияние на весь мир. однако, к счастью для нашей цивилизации этого не произошло. Кровавые культы Центральной Южной Америки были уничтожены Европейской Инквизицией. 12 июня 1562 года главный инквизитор Юкатана Диего де Ланда приказал сжечь все тексты народа майя, объявив, что рукой автора водил сам сатана. Сейчас это самое знаменитое в истории Аутедафе рассматривается как варварский акт, который уничтожил всю культуру майя. Однако, исследователи тайных обществ уверены, что большинство из этих книг действительно несли угрозу нашей цивилизации и описывали способы проведения кровавых ритуалов. Согласно этим ритуалам монарх получал магическую власть и мог управлять своими подчиненными. Фактически их превращал в послушных марионеток. Если бы эти методики оказались в руках властолюбивых европейских монархов, нет никакого сомнения, они применили бы их на практике. И тогда вся Европа превратилась бы в место для кровавых жертвоприношений. К счастью для земной цивилизации, попыткам сатанистов захватить власть над миром противостоят ордены света, тайные общества, цель которых избежать войн и разрушений, научить людей жить в гармонии с собой и природой. У истоков этих организаций стояли легендарные личности. Прежде всего, это христиан Розен Крейц, инспиратор нашей эпохи, руководитель нашей эпохи со стороны Белого Братства. Согласно преданию, средневековый ученый-христиан Розен Крейц провел семь лет на Востоке в поисках тайных знаний, кабалы, магии и алхимии. Очевидно, поиски Розен Крейца оказались успешными, так как после возвращения в Европу в 1400 году христиан стал самым известным целителем. Чудесные лекарства Розен Крейца могли излечить даже от чумы или смертельного ранения. Христиан хотел, чтобы все европейские ученые и медики смогли использовать найденные им тайные знания. Все эти благие попытки разбились о монолит средневековых суеверий. Ученому грозило обвинение в черной магии, поэтому Розен Крейц решил организовать тайное общество для сохранения этих знаний, которые, по словам ученого, людям передали ангелы и боги, спустившиеся с небес. Там такая легенда, что с Сириусу прилетели какие-то там инопланетяне называют по-современному и передали знания древнеегипетским жрецам, а от них Розен Крейцеры получили знания алхимические, превращение трансмутации металлов, превращение свинца в золото, в вечную молодость и так далее. Знания, полученные от небесных учителей, помогали Розен Крейцерам предвидеть будущее при помощи специальных металлических пластин, на которые были нанесены загадочные эзотерические символы. Считается, что обычные игральные карты и карты Таро это дальние родственники тех магических табличек, которые оказались в распоряжении Розен Крейцеров. Как утверждают специалисты, дело не в самих картах или символах, а в методике прогнозирования. поэтому посвященный может предсказывать будущее даже при помощи обычных игральных карт. Мадам Ленорман это классический образ гадательницы, которая консультировала исторических особ и Наполеона, и Жозефину, и русских декабристов, побывавших в Париже. Свою юность Мария Ленорман провела в женском монастыре, который был построен на деньги Розен Крейцеров. В монастыре находилась библиотека с уникальными рукописными книгами по кабале, алхимии и другим тайным наукам. Пока свирепствовала инквизиция, эти книги хранились в тайном помещении. Но в конце 18 века уже никто не сжигал людей за чтение подобной литературы. И Ленорман получила возможность освоить методы прогнозирования Розен Крейцеров. Известно, что Жозефина де Багарне, супруга Наполеона императрицы в Франции, именно от нее получила рекомендацию обратить внимание на молодого корсиканского офицера. Расклад гарт, который Ленорман сделала на этого молодого корсиканца, говорил, что этот человек станет императором и Жозефина сможет при желании стать его женой. Однако в этом прогнозе была также информация, которая насторожила Жозефина. Известно, что она предупреждала Жозефину, которая очень любила фиалки, о том, что кладбищенские фиалки принесут ей несчастье и как бы сказать развод с Наполеоном предшествовала ситуации, когда императрицы не смогли найти утренний букет фиалок, кроме как от старушки поставили именно его. Жозефина попросила узнать, откуда возникли фиалки, ведь во Франции был не сезон для этих цветов. Ответ вызвал шок у императрицы. Старушка призналась, что она нашла маленький кустик фиалок в склепе на кладбище, где он там сохранился с более теплых времен и таким образом попыталась поправить свое положение. Жозефина пришла в тихий ужас, постаралась каким-то образом исправить положение, но факт, случился факт, там, Наполеон с ней развелся. 19 мая 1798 года в сторону Египта направляется военная эскадра. Наполеон Бонапарт планирует захватить страну пирамид, чтобы создать плацдарм для броска в Индию. Кроме военных, в экспедиции более полусотни ученых. И это не просто склонные к авантюрам исследователей, это лучшие профессора и академики Франции. Их цель найти в Египте следы древней цивилизации. Инициатором этого научного десанта был один из величайших ученых 18 века Пьер Симон Лаплас. Пьер Симон Лаплас это очень фигура серьезнейшая. Это один из самых умнейших людей вообще за всю историю нашей цивилизации. Он был и математик, и астроном, и астролог. У него была куча предназначений. И он был советником Наполеона очень серьезным. И многие выигранные битвы как раз в определенный день, в определенное время под определенными звездами были Наполеоном выиграны в соответствии с этим процессом. По одной из версий Лаплас был членом масонской ложи. Он считал, что египетские пирамиды и другие мегалитические сооружения скрывают знания цивилизации, которая во многом превзошла современную. После поражения наполеоновских войск французы были вынуждены покинуть страну пирамид. И ученым тогда не удалось овладеть тайными знаниями. В середине прошлого столетия Египет наводнили уже немцы. Большинство из них выполняли военные поручения, готовясь к будущей войне. Но в Берлин передавались не только фотографии вражеских позиций и шифровки. Шпионы наладили канал, по которому переправлялись древние египетские папирусы. Но зачем военной разведке хроники фараонов? Фашистская Германия проявляла недюжий интерес к египетским всем этим тайным знаниям, к жрецам, к фараону. И были созданы специальные зондеркоманды СС, которые изучали этот вопрос, вывозили артефакты старинные, исследовали их под микроскопом, также пытались расшифровать все вот эти иероглифы и кое-чему преуспели. Над переводом папирусов трудились сотни лучших лингвистов. И благодаря этим трудам вскоре были получены интересные результаты. Например, есть такое гибель со выражения чем страшнее ложь, чем больше она, тем лучше в нее поверят. Это как раз было украдено у фараона. Наиболее ценным оказался папирус, в котором один из богов напутствовал фараона, как правильно вести себя с подданными. Сейчас это называется манипуляцией сознанием. В папирусе приводились не только известные методы дезинформации, но также управление людьми без слов при помощи жестов и энергетики. Выброс руки вверх это один из жреческих ритуалов таких, которые также приветствовали фараона этим жестом. То есть это как бы от сердца вверх шло. То есть создан был институт преклонения перед человеком. Гитлер и другие лидеры фашистской партии действительно производили магическое воздействие на своих последователей. Однако древняя египетская мудрость не помогла Гитлеру стать властелином мира. Как и за столетие до этого не спасла самих фараонов от войск Александра Македонского. Известно, что наставником Александра Македонского был философ Аристотель. Учителем Аристотеля в свою очередь был Платон, который получил знания от потомков Атлантов. Платон сказал о том, что катастрофа наступила сразу же в течение одного дня и одной ночи Атлантида погибла по Платону. И те знания, которые были получены в ходе развития Атлантов, они были сохранены благодаря различным разработкам Атлантов и сохранены представителями неких тайных обществ, которые входили, безусловно, жрецы и представители элиты Атлантов. Еще в самом начале военной карьеры Александр Македонский получил от Оракула предсказание, которое сулило ему с одной стороны удачу во всех битвах, с другой скорую смерть. Один из советников Македонского был посвящен в древние мистерии. Он считал, что можно изменить ту часть предсказания, которая касается смерти. Это могут сделать маги, живущие в Индии. Они получили знания от потомков Атлантов, и поэтому тайну бессмертия нужно искать в Тибете. Там существует какая-то пещера, в которой они там находятся в состоянии набиоза, но с учетом тех знаний, которыми обладают, допустим, буддийские монахи, в частности, то эта идея близка к вероятности. 10 сентября 2002 года недалеко от Иволгинского датсана был поднят саркофаг с телом Ламы Итигелова, который, согласно официальным данным, умер более полувека назад. К удивлению присутствующих, тело Ламы не только не было тронуто тлением, но в нем теплилась жизнь. При этом человек мертвый, но у него не разрушается белок, у него не разрушаются ткани, он находится в состоянии спячки, при этом ни сердце не работает, он не дышит, у него не растут волосы, то есть нет никаких причин считать, что он живой, но с другой стороны у него не происходит и процессов связанные с разложением тела. Буддисты уверены, что Лама может выйти из этого состояния полужизни полусмерти и однажды проснется. Секреты подобного анабиоза Лама Итигелов узнал у тибетских буддистов. Именно там, в горном Тибете, а не в Южной Индии хранится секрет подлинного бессмертия. К несчастью для Александра Македонского его войскам не удалось добраться до этой удаленной территории. Однако один из философов по имени Ксенофонт все же сумел раздобыть в старинном буддистском храме манускрипт с описанием способа искусственного анабиоза, после которого человека можно вернуть к жизни спустя десятилетия или даже столетия. Известно, что после неожиданной смерти Македонского его тело хотели забальзамировать. Была специальная рецептура, в которую входили масла, травы, мед, и, к сожалению, это не получилось им сделать, и тело разложилось. Существует версия, что рецептура этого бальзамирующего средства была специально нарушена теми, кто не хотел, чтобы Македонский получил шанс на воскрешение. Ведь, согласно пророчеству египетского оракула, Македонский должен был искоренить на земле всех последователей сатанинского ордена Сета. Очевидно, что члены этого ордена, самого влиятельного в Вавилоне, были заинтересованы в смерти Александра Великого. Именно в Вавилоне Македонский заболел таинственной болезнью и умер. Расправившись с Македонским, орден Сета мог теперь подчинить себе греческих философов и готовиться к захвату мира, который должен был состояться в 666 году нашей эры. В это время в Гандишапуре был такой город на юге Ирана, на юге нынешнего Ирана, куда сбежались, стекались, собрались греческие философы из разогнанной афинской школы философов. И там получилось так, что что-то наподобие академ городка развилось, выражаясь современным языком, где развивалась гностическая мудрость. При помощи магических практик философы гностики пытались установить духовную и энергетическую связь с Богом Сетом, который должен был наделить их неограниченной властью. Этому надо было что-то противопоставить, не очень понятно, что этому было противопоставить. И тут на сцену выходит совсем неожиданное явление. На сцену появляется Мухаммед, который развивает ислам. Ислам начинает свое победное шествие по этому ареалу. Полчища воинствующих мусульман захватывают города и города. Сравнен с землей был этот город Гандишапур. Специалисты, изучающие тайные оккультные ордены, уверены, что современными наследниками ордена Сета являются сатанисты. 1968 год. В мировой прокат выходит новый фильм талантливого режиссера Романа Полански «Ребенок Розмари». Согласно сюжету, тайное общество использует ничего не подозревающую беременную женщину, чтобы она родила антихриста. Считалось, что эта история не более чем фантазия режиссера и сценариста. Сразу после выхода фильма Полански стал получать письма с угрозами. Неизвестный грозил режиссеру карой за то, что тот раскрыл план одного из тайных оккультных обществ. Кажется, Полански не придавал значения этим письмам. Однако вскоре произошла кровавая трагедия, которая полностью изменила жизнь режиссера. Четверо членов секты проникли в особняк, снимаемый кинорежиссером Романом Полански и его женою Шарон Тейт и учинили там просто дикую бойню. Убиты были трое гостей Романа Полански, а также его жена Шарон Тейт, которая находилась на девятом месяце беременности. Приехавшая полиция увидела страшную картину. Кровью было залит все помещения Виллы. А количество ран, нанесенных жертвам, первоначально даже не удалось сосчитать. Роман Полански опоздал на эту кровавую вечеринку. Возможно, режиссера специально оставили в живых, чтобы он всю свою жизнь винил себя в гибели друзей, любимой женщины и так и нерожденного ребенка. Лидером сатанистов оказался безработный музыкант Чарльз Мэнсон. Члены его сектора были пойманы, но, как ни странно, сам Мэйсон избежал наказания. Да, я не могу точно сказать, была ли в то время смертная казнь в штате Калифорния, но так или иначе, смертной казни ему удалось избежать, он был приговорен к пожизненному заключению. 11 апреля 2012 года суд отклонил прошение Мэнсона о досрочном освобождении. В следующий раз шанс выйти из тюрьмы у преступника появится только через 15 лет. Однако Мэнсон уверен, что освободится уже в декабре 2012-го. Сатанисты считают, что в конце 2012-го года над землей будет править хозяин, то есть сатана. Конец мая 2011-го года. Несколько деревень Краснодарского края становятся местами паломничества для исследователей аномальных явлений. Причина этому загадочное происшествие, которое вызвало шок не только у впечатлительных аномальщиков, но даже у представителей правоохранительных органов. И это не выдумка газетная или какая. Там реально останавливались машины так, что загораживали шоссе. приезжало ГИБДД, приезжали МЧС. Период с 15 по 25 мая на пшеничных полях, которые находились на расстоянии сотен километров друг от друга, одновременно появились странные рисунки. Круги появились в 100 метрах примерно от хорошего шоссе. Они с дороги, если и не видны, то что-то заметно там. Размер этого образования 120 метров в длину, 90 в ширину. Это очень сложный рисунок, достаточно сложный, ряд кругов разного диаметра. Чтобы успокоить взбудораженную общественность, власти поспешили объяснить произошедшее чьей-то шуткой. Ведь уже не раз бывало так, что в появлении загадочных кругов на полях оказались виноваты отнюдь не инопланетяне. Примерно в конце 90-х годов два английских художника специально вытоптали круги на полях и выдали это за шутку. Вот они решили так позабавиться. Этими мистификаторами были жители Великобритании Дэвид Чарли и Дуглас Бауэр. Однако круги, которые создали художники-шутники, все были правильной геометрической формы и даже для самых легковерных уфологов казались нарочито искусственными. Краснодарский феномен явно обладал иной природой. Изучив все, что можно, измерив все, что можно и биологически, и измерительными приборами, и температурой, и прочее, прочее, все, что могли сделать, сделали. Мы сошлись безусловно в одном. Сделать человеческими руками. Человеческая техника, известная нам на сегодня, за такое короткое время, это порядка, максимум час, ночной час, невозможно. Вердикт уфологов звучал однозначно. Краснодарские круги на полях явно внеземного происхождения. Но тогда кто и зачем оставил эти странные послания? И вообще послание ли это? Может, просто след от посадки неопознанного летающего объекта? Круги на полях, безусловно, послание. Безусловно, это способ связи. Существует версия, что таинственные рисунки это послание от цивилизации, которая намного обогнала нашу в своем развитии. Возможно, таким образом пришельцы пытаются предупредить землян о грядущих бедствиях. В народе, как бы так говорят, весьма на круге. Это говорит о том, что это достаточно долгое явление в историческом человеческой памяти сохранилось довольно долго. И опять же, версии, что это послание, по-видимому, давно пытается с нами установить контакт, давно пытается нам дать понять, что мы достаточно умные и разумные люди. Первое письменное упоминание о ведьминых кругах приводится в английской брошюре, которая была опубликована в 1678 году. На одной из гравюр изображен дьявол, который движется по ведьминому кругу. Эта гравюра иллюстрировала аномальные явления, которые происходили задолго до выхода в свет брошюры. Таинственные круги на английских полях начали появляться летом 1645 года. Через несколько недель после возникновения первых ведьминых кругов Англия буквально захлебнулась кровью. Переворот, устроенный диктатором Громвелем вызвал гражданскую войну. В России у нас тоже было нечто похожее. Нечистая сила очень активно разгулялась в начале 17 века. Собственно, тогда и стали говорить о ведьминых кругах, о ведьминых метках. Ведьмины круги появлялись и в начале лета 1605 года. За несколько дней до того, как Москва была оккупирована иностранными интервентами во главе с авантюристом Лже-Дмитрием. По мере того, как ширится интерес к пиктограммам, мы год за годом наблюдаем явную тенденцию количества и главное качество, точнее картинки на пиктограммах явно изменяются. Сегодня ведьминых кругов с каждым годом становятся все больше и больше, а рисунки на полях усложняются. Возможно, цель подобных рисунков предупредить человечество о страшных бедствиях, которые ожидают его в ближайшее время. 15 июня 2009 года одна из старейших и влиятельнейших английских газет «За Телеграф» публикует уникальный снимок, сделанный в графстве Уилтшер. На фотографии отчетливо виден странный рисунок, который возник на пустынном поле. Английские уфологи считают, что этот рисунок обозначает один из иероглифов, которые использовали древние майя. По мнению исследователей, в этом рисунке зашифрована фраза на языке майя, которая пророчит нашей земле огромные бедствия, разрушительные землетрясения, цунами, изменение солнечной активности, атомную войну. Однако, из этого послания неясно, способно ли человечество пережить эти катаклизмы. Но, может, мы просто не умеем читать? Красивая картинка на пшеничном поле, это лишь вершина айсберга. Видимо, изображение, точнее, сигнал, предназначенный для кого-то другого, считывается каким-то иным способом, но не визуальным. В последнее время уфологи любят сравнивать круги на полях с обычным DVD-диском. На обложке или на самом диске может быть любое изображение, однако самая главная информация хранится внутри. И эту информацию способен извлечь только лазерный луч, главный элемент считывающего устройства. исследователи из разных стран пытаются создать прибор, который смог бы расшифровать послания звездных наставников. Существует версия, что инопланетяне не просто нам хотят что-то сообщить, они вмешиваются в нашу... Это ошибка техники. Историки знают, ну, по крайней мере, может быть, о десятке, может быть, о двух десятках случаях, когда по тем или иным ошибкам, а иногда, к слову сказать, по невыясненным причинам могла начаться ядерная война. Тем не менее, в последний момент кто-то всегда нажимал невидимую кнопку и запуск ракет откладывался на 10-20 минут. Исследователи считают, что от неминуемой гибели землян защищают так называемые звездные хранители. Инопланетная цивилизация, которая тайно влияет на историю человечества. Возможно, именно хранители во время генетических опытов превратили обезьяну в предка человека. Вероятно, и самому техническому прогрессу мы обязаны хранителям. Любой изобретатель знает, что большинство технических решений очень долго не поддается решению. И усилия десятков лабораторий по всему миру уходят в тупик и считают какую-то проблему неразрешимой. Как вдруг в нескольких местах, в нескольких странах, независимо друг от друга, разные ученые говорят Эврика, так это же все просто. По мнению исследователей, радио, компьютер, телевидение и другие важные изобретения, которыми гордится наша цивилизация, были бы просто невозможны без помощи звездных хранителей. Но зачастую космические наставники выступают против человеческого прогресса. Есть множество примеров, когда человечество, овладев каким-то видом техники, каким-то новшеством, почему-то, по непонятной причине, охладевало к нему и полностью отходило от прежней концепции. Так американец Роберт Фултон еще в конце 18 века изобрел боевую подводную лодку. Сам Наполеон Бонапарт, мечтая о поражении британского флота, заинтересовался этим изобретением и лично встретился с Фултоном. Благодаря протекции Наполеона была создана первая боевая субмарина, которая в 1800 году прошла успешное испытание и при помощи специальной мины потопила судно, которое было намного больше по размерам, чем сама субмарина. По непонятной причине Наполеон отказался от массового производства подлодок. Если бы он сделал ставку на новое оружие, то, несомненно, бы уничтожил британский флот и открыл бы себе дорогу к неограниченной власти. Однако, видно, кто-то там на небе не захотел, чтобы мир покорился воле одного человека. Похожая ситуация повторилась через 150 лет. Фашистская Германия строила атомную бомбу, или, по крайней мере, грязную атомную бомбу. Но, тем не менее, при наличии мощной промышленной базы, ни фашистская Германия не сумела применить и даже сделать никакого оружия массового поражения, ни Япония не успела в массовых количествах применить химическое оружие массового поражения. Если бы Гитлер получил атомную бомбу, то это бы непременно привело к ядерному апокалипсису. Ему помешали. Атомную бомбу удалось создать. Но в другой стране и уже после окончания войны с Германией. Бывает так, что звездные стражи тормозят не только развитие одной страны, но и всей цивилизации. С 61-го года, год полета первого человека в космос, по 69-й год космонавтика развивалась столь стремительно, что при соблюдении той же тенденции мы бы сейчас с вами разговаривали не на земном поле и даже не на поверхности Марса, а где-нибудь на ближайшей звезде. Но тем не менее мы все еще находимся на нашей бренной планете. Те, кто верят в гипотезу, что землян направляют небесные учителя, считают, мы слишком агрессивны и воинственны. Именно поэтому нас не пускают в космос. Возможно, со временем звездные хранители снимут это ограничение. И тогда человечество устремится к звездам. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ